Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня, как, впрочем, всегда очень важное видео. Тема такая, как не переедать, как побороть свое обжорство без силы воли. И это действительно реально, а не замануха какая-то, чтобы вы просто посмотрели это видео, нет. Как говорил академик Углов, меня с детства приучила мама вставать из-за стола с легким чувством голода, то есть с таким ощущением, что я могу съесть еще столько же. Так он и жил всю жизнь, и прожил почти 104 года. А что по поводу режима и обилия питания говорил художник Зиновьев, который успел прожить в трех веках и прожил почти 110 лет. Умеренность и режим. Вспомните великого композитора Зацепина. Ему недавно исполнилось 95 лет. В каком он физическом состоянии? По Первому каналу показывали. В том числе и то, как и что он ест. Он говорил о своем питании. Что ест за один раз и сколько? По сути, он ест за один раз столько, сколько помещается на ладони одной руки. Все верно, обжоры, толстяки долго не живут. Они в конце своей жизни практически не двигаются, имеют огромное количество болезней, часто их разбивает инсульт. Да, переедание, обжорство – это наркотическая зависимость. Это просто надо честно признать. Жизнь показывает, долго живут только худые, поджарые, энергичные люди. Люди подвижные, кто много трудится, держит себя в тонусе и мало ест. Ест пищу низкокалорийную и пьет много воды. Конечно, есть и другие факторы, естественно. У меня много лекций на моем канале по долгожителям, в которых я давал глубокую аналитику причинно-следственных связей. Малые порции пищи за один прием – это очень важно и очень верно. Но приучить себя к ним тех, кто привык есть много и часто, очень трудно. Но помимо силы воли, есть такой механизм, есть такое решение. Скоро я поясню, как именно дам вам этот путь. Еще одно важное условие и полезная привычка, которую надо в себе воспитать. Очень важно долго жевать пищу. Чем дольше человек жует пищу, тем он медленнее ест. Тем самым сигналы из желудка, идущие в головной мозг, провоцируют его дать команду о насыщении быстрее, нежели когда человек быстро наглатывается пищей. Помните это. Жуйте медленнее и дольше. Проглатывайте пищу, когда она станет жидкой. Это еще и польза для пищеварения. Это снятие избыточной ферментативной нагрузки с печени и поджелудочной железы. Это еще и лучшее усвоение питательных веществ из данной пищи. Так как же снять неодолимую тягу наедаться? Как переломать свое обжорство и закрепить свои достижения в победе временной? В своем видео «Лечебное очищение и голодание» я дал этот механизм. Описал его полно. Там, помимо прочего, я говорил еще и о том, что сами очистительные процедуры с магнезией и кружкой эсмерха, знакомые почти всем зожникам, являются еще и прекрасным инструментом, который позволяет даже страшным обжорам, которые не могут и несколько часов прожить без еды, перестать жаждать еды сутки и даже более. То есть у них в результате этой процедуры происходит переломный момент, перестройка биохимии, и человек, возможно, впервые в жизни перестает объедаться. Он сам уже не хочет этого. И даже легко проходит далее курс длительного лечебного голодания, немыслимого им еще вчера, перейдя эту черту былого обжорства. И выйдя из программы голодания, уже приобретает иные привычки и пищевое поведение. Легко переведя свой организм на естественное, чистое, человеческое питание. Смотрите в этой связи мои лекции «Девять причин болезней», «Раздельное питание» и «Почему не стоит есть после 16.00». Обязательно посмотрите мое недавнее видео «Когда голод лечит и спасает жизнь». И у вас на эту тему будет абсолютно полная картина и полная ясность. Все видео будут даны по ссылочкам в описании под этим видео. А теперь послушайте отрывок из данной лекции вот по этой теме. Итак, правильное очищение и непродолжительное голодание. Сама очищающая процедура совмещена с коротким голоданием и состоит из двух этапов. И это прием магнезии или аналогов. И процедура с кружкой эсмарха с последующим выходом из непродолжительного голодания на иное здоровое питание. Таким образом, что у вас естественным путем изменятся пагубные пищевые привычки и пристрастия. Уже с третьего дня от начала процедуры, а у кого-то и со второго, есть не будет хотеться вовсе. Даже если вы весите 150 килограмм и ели ранее ведрами. Если вы это почувствуете, а вы обязательно это почувствуете, ну пользуйтесь данной возможностью. Не ешьте эти 2-3 дня, а лучше 5-6. И переходите на гидроколонотерапию, у кого есть такая возможность. Это будет несложно и очень полезно по многим причинам. Помните, что есть и те люди, которые с легкостью не едят 30-40 дней даже. При этом работают. Я знал одну женщину, которая, имея онкологию, применяя лечебное комплексное голодание, работая на трех работах, голодала 40 дней и чувствовала себя хорошо. Но такие подвиги вам не нужны. Я вам привел этот пример, но вернее тем привел, кто боится голодать всего 5-6 дней или 10. Помните, эти 10 дней это еще вовсе не голодание, это одно название. А если у вас имеются 30-100 килограмм жира, Если у вас отпирает вперед живот, есть свисающие бока и складки, так это просто вам жизненно необходимо. И это шанс для вас еще и начать новую жизнь, не возвращаться больше к блюдомании и к болезням, исходящим от нее. Но после выхода из голодания, надо не жить ради еды уже, а есть ради жизни. Но тогда и вкусовые пристрастия, привычки поменяются. Сейчас вы это пока не можете представить, но это будет и есть так у всех. Амагнезия и эти процедуры как бы отвращают от еды. Но вспомните те дни, когда вы серьезно болели когда-то. Ведь когда человек болеет, лежит в лихорадке с высокой температурой, ему и есть-то не хочется. Ведь это защитная реакция организма от попадания дополнительного количества токсинов. Организму в этот момент не до чего. Он должен все силы свои употребить на очищение организма от тех токсичных веществ, соединений, продуктов метаболизма, которые и приводят к повышению температуры. А повышение температуры есть лакмус, есть показатель какого-то воспалительного процесса в организме. Поэтому после данных процедур вам будет проще перейти на естественную человеческую пищу. Ради себя же, ради будущей долгой, более долгой и качественной жизни, чем если бы вы остались на прежнем питании. При любом голодании рекорды ставить не нужно. Это же не самоцель. Извращая законы природы, поедая неестественную, невидовую, нечеловеческую пищу, мы всегда копаем себе, как говорится, вилкой и ложкой могилу. Некоторые так всерьез и думают, и говорят, а что же тогда есть? Запомните и не повторяйте больше эти глупости никогда. Вы так думаете, но, по крайней мере, думали только потому, что же тогда есть? Что защищаете или пугаетесь в перспективе не есть то, что хотите, к чему привыкли, то, во что верите и потому, что не хотите думать и боитесь поколебать свою веру, свои зависимости и привычки, выдавая их якобы за потребность и необходимость. Кстати, сейчас появилось новое уникальное средство. Это разработка Новосеверского академгородка одной лаборатории. Это гель-сорбент. Уникальное средство, благодаря которому, в принципе, можно не проходить процедуру магнезии кружка эсмарха. То есть, вот это очищение, которое люди, ну, далеко не все могут и любят проходить. Так вот, принимая его утром и вечером, можно обойтись без вот этих клизм, кружек эсмарха и так далее. Принимать этот сорбент можно абсолютно всем, от мала до велика, в любом возрасте, при беременности. Более того, это снимает интоксикации, это очищает кожу, потому что все проблемы с кожей в любом случае идут с кишечника и с проблем там. Я вам рекомендую посмотреть вот это видео, в котором подробно все это объясняется. А на самом деле о продукции данной лаборатории есть еще одно более раннее видео, всего их два. То есть, первое и второе. Ссылки будут в описании, непременно посмотрите. Продолжаю. Так что же провоцирует ложный голод и что его притупляет? Первое. Провоцирует усилители вкуса от химических типа нитрита натрия и различных пищевых добавок. А такую пищу вообще не ешьте. Это не еда, это пищезаменитель. Это продукт химической пищевой промышленности. Будьте разумными людьми. Так вот, до природных типа поваренной соли и различных специй. Не нужно ими провоцировать искусственно аппетит. К добру это не приведет. Помните правильную пословицу, что Бог создал пищу, а дьявол кулинара. Второе. Айурведа в этом права. Только вкусы провоцируют желание есть чаще и больше, чем это требуется для нашей биохимии и физиологии. Их, этих вкусов, шесть. Кислый, горький, пряный, сладкий, соленый, острый. Все. Их комбинация и провоцирует жажду есть и жажду перекусить. А перекусы безумно вредны. И помните, это не потребность организма, это наркотическая зависимость. А вот такими мантрами якобы организм просит. Вы просто успокаиваете, обманываете себя. Грубо говоря и выражаясь, Майя Плесецкая верно говорила, по сути, жрать надо меньше. Третье. Сахара, в первую очередь сахара, провоцируют жажду еды. В этой связи непременно посмотрите вот это важнейшее мое видео на данную тему, инсулинорезистентность. А также видео, как вернуть силу и энергию, и почему у вас тяга к сладкому. Вы все поймете. И останется только принять меры. Дорогие товарищи, нужно просто убрать сахара из рациона питания. Ломка закончится через 3-4 дня, поверьте. Перейдите на разумное, осознанное кетопитание. Посмотрите вот это мое видео. И тогда не будет чувства ложного голода. Жиры же дают сытость, потому что в жирах много калорий. Посмотрите вот это мое видео. Калории. Четвертое. Вы мало пьете воды. И малый объем воды провоцирует жажду поесть. А надо пить 1,5-2 литра воды в день. Ну, в жару и при физическом высоком труде больше. Но именно воды. Посмотрите мое видео, какую воду надо пить. И вот это второе видео, последнее. Живая вода, водородная вода. Там уже не только теория. Там чистая практика и конкретика. Больше воды надо пить. И если только не залпом вы ее пьете, то чувство голода притупится обязательно. По крайней мере, человек уже не съест так много за один раз, как если бы он не выпил достаточное количество воды. Скажем, пол-литра или чуть более за раз. Но не залпом, а минут за 5-7. И помните, еще раз скажу про малые порции пищи за один прием. И длительное пережевывание любой еды. К тому же, пища в ротовой полости должна хорошо обработаться ферментом птиолином. Это такая слюная мелаза. И помните, ротовая полость – это начало системы пищеварения. Потому еще так важно долго жевать. Тут все один к одному. Ну что ж, я дал вам главную и достаточно полную информацию для изменения себя к лучшему. Достаточную, чтобы встать на путь здоровья, даже не обладая силой воли, как Майя Плесецкая. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки, ссылка будет в описании. Понравилось вам видео? Важное оно? Тогда поддержите мой канал и это видео в распространении. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, кто этого еще не сделал. Пересылайте ссылочки на данное видео своим друзьям, близким, знакомым. И обязательно пишите свои комментарии. Жду. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.